Дорогие друзья, чтобы не дать остыть этому вдохновению, позвольте напомнить вам еще одну очень небольшую, но для дальнейшего важную историю про Ростроповича. Одни говорят, что это была целина и, стало быть, полевые условия концертной работы. Другие вспоминают какое-то мощное промышленное предприятие в Восточной Сибири, то есть концерт в цеху, концертную бригаду, где кроме Мстислава Леопольдовича был, возможно, еще виртуоз-балалаешник, баянист, но не было пианиста и нигде, естественно, не предполагались ни пианино, ни рояли. По другим сведениям, там был Ян Абрамович Френкель, знаменитый композитор, который играл на всем, от скрипки до аккордеона. Но так или иначе, в рабочий полдень, то ли с баянистом-профессионалом, народником, который плоть от плоти народного профессионального искусства, то ли с Ян Абрамовичем, они отправились играть концерт. Начали с Арии Баха. Мстислав Леопольдович красиво занес смычок, чтобы повторить ее первое колено, то есть 16 тактов. И в этот момент из зала встает человек, вот такой эпический рабочий, подходит к нему вплотную и говорит, уйди. По другим сведениям, уйди, дай баян послушать. И уж умалчивает история, как именно Мстиславу Леопольдовичу удалось переломить эту неожиданную ситуацию, а в этом, кстати, он тоже был мастер. Но в итоге мы можем не сомневаться, что правы те, кто рассказывает о триумфе, о том, как эта аудитория стоя аплодировала именно дуэту виолончели и баяна. Я, собственно, о тех предубеждениях, которые мы, я надеюсь, оставим именно сейчас, именно здесь. То есть их не будет, когда впервые в России прозвучит концерт, написанный именно для такого дуэта с оркестром. Причем прозвучит в исполнении Бориса Андрианова и Николая Севчука. Концерт называется «Мечта Майи» и принадлежит выдающемуся современному композитору Самуэлю Струку, которого, я сразу хочу сказать, вовсе не зря называют астером пьяцоллой наших дней. Это выдающийся мастер и в гитарном исполнительстве, и как аранжировщик, и как сочинитель музыки, и в особой области современного сочинительства, которая предполагает соединение очень разных явлений. Вот что это за явление, лучше всего он объясняет сам. Я, собственно, спросил маэстро про эту девочку, которую зовут Майя, ведь это же ее мечта, ее сон, а сон и мечта – это одно и то же французское слово, вот что ей снится, и похожа ли она, например, на хорошо известную нам Алису в «Стране чудес», у которой тоже очень были интересные сны. Но Самуэль Струк ответил, что, во-первых, Майя – это очень маленькая девочка, ей три, а может быть, и два годика. А, во-вторых, снится ей не сказка, как Алисе в «Стране чудес», а ее реальная жизнь. Ей снится быль, ей снится тот удивительный набор детских впечатлений, который ее окружает. Может быть, где-то папа волновался, нервничал, может быть, мама, наоборот, папу очень добро и мило успокоила, может быть, какие-то игры, может быть, ей снятся какие-то путешествия, в том числе и в те страны, где она еще не была, но она о них читала, слышала и мечтает. Да, некоторые дети читают и в два, и в три года, все может быть. Тем более, я напомню, дело происходит во сне. И происходит там что-то вдруг неожиданно настолько прекрасное и настолько простое, что действительно очень хочется почувствовать себя совсем маленьким ребенком, чтобы все это испытать и увидеть такой сон, вернее, услышать его наяву. В исполнении русской филармонии под управлением Дмитрия Филатова и солистов Бориса Андрианова и Николая Севчука. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА